Владимир Путин анонсировал расширение федерального проекта «Чистый воздух». На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных проектов в Улан-Удэ он призвал промышленников и руководителей регионов страны продолжить снижать объем вредных выбросов. Цель проекта – оздоровить экологическую ситуацию в крупных индустриальных городах, что плохо влияет на состояние воздуха в городе. Качество воздуха очень сильно зависит от местоположения промышленных зон, а также зависит от развития транспорта в городах и от мер, которые принимаются правительством республики, муниципальными нашими органами, проектировщиками. Множество городов лежат в низине между холмистыми возвышенностями. Смог скапливается даже без учета техногенных факторов. Немало проблем создает и плотная застройка. Из-за нее есть части города, в которые ветер вовсе не попадает. Реки увеличивают влажность, воздух не может подняться вверх и образуется смог. Однако это проблемы городов, которые расположены в середине России. А как обстоят дела в центре европейской части? Казань имеет немало экологических проблем, которые надо решать. Это и недостаточное качество воздуха в районах промышленных зон. Я не случайно их упомянула, что у нас их много промзон. А их, по идее, надо выводить эти промзоны из предела города Казань. И не раз генпланы города это предполагали. Вывод промзон. Недостаточная степень озеленения, я уже говорила, что около 20% только. За 2021 год уровень загрязнения воздуха России достиг максимума за последние 17 лет. На большей части страны нет станций мониторинга качества воздуха. А значит, реальная ситуация может быть еще хуже. Загрязнение атмосферы приводит к усилению глобального потепления, гибели целых экосистем и образованию дыр в озоновом слое. А также пагубно влияет на человека. На данный момент ведется активное обсуждение способов решения проблем.